Лига серии А и Тим Лига серии А и Тим Лига серии А и Тим Арбитр поставил мяч на точку И Токти с 11-ти метрового Открыл счет уверенным ударом Чуть не порвав сетку Шансов потащить такой мяч конечно у Хондановича не было Хотя Самир Хонданович Напомним является одним из главных специалистов Серии А по отражению 11-ти метровых На 22-й минуте Рома вышла вперед И продолжила атаковать Удар Флоренции на ваших экранах Брэдли и Флоренции больше действовали на атаку в первом тайме Тогда как Дероси должен был страховать своих партнеров И обеспечивать прочность подступов к воротам Ромы Не всегда это получалось И где-то после 25-й минуты у Интера стали проходить атаки с ходу Вот во время одной из них Марко Левая попал в штангу Еще одна атака Ромы Это Асвальдо бьет в ближний угол Асвальдо наконец-то полностью восстановился Он вышел в этом матче с первых минут Но вот так вот Интер сравнял счет Гуарин мощно пробил, сам же поспел на отскок И прострелил через двух защитников вдоль ворот Родриго Паласио замкнул эту передачу Уже на первой компенсированной минуте к первому тайму Интер сумел сравнять счет 1-1 Второй тайм Рома провела с территориальным преимуществом И хозяева чаще владели мячом У них возникали моменты, как например вот этот у Асвальдо Но надо подчеркнуть, что за весь второй тайм Рома нанесла лишь два удара в свой ворот соперников Впрочем, Интер еще меньше преуспел Не пришлось Мауру Гайковича во втором тайме Галкиперу Рома вступать в игру Именно действуя на линии В то же время Интер совершил несколько неплохих подходов к воротам И активен был, как и в первом тайме, Ливая По ходу матча Зэмман заменил двух из трех центральных полузащитников Стремясь освежить игру своей команды в центре И обеспечить вот ту самую прочность тылов Прочность подходов к воротам Шанс вы видели только что был у Ивана Пиреса Парагвайц пробил над перекладиной Это удар Ламеллы В общем и целом Если судить по моментам Рома была чуть ближе к успеху во втором тайме Но Интер играл достаточно прагматично И в итоге встреча завершилась ничьей 1-1